Всем привет! С вами снова Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Как я уже говорила, в разнообразии сортов сладкого перца, которых продают в садовых магазинах, можно растеряться и опытным садоводам, и начинающим. Про них вообще говорить нечего. И вот чтобы выбор, особенно начинающие огородники сделали осознанно, я начала снимать серию вот таких маленьких видеороликов с описанием сортов, потому что действительно, когда приходишь в магазин, вот это изобилие, эти яркие картинки, они поражают нас, ошеломляют. Мы путаемся и берем все подряд по картинке, а нам нужно выбирать именно по характеристике перцев. В предыдущих, можно сказать, сериях мы уже познакомились с сортом Винни-Пух, карликовый, с маленьким кустиком, маленькими плодами, с сортом Патриция, крупноплодный, огромные плоды, сочный, но совсем не скороспелый, с сортом Сибирский князь, который в срединке находится и ни ранние, ни поздние, средние плоды, ни крупный, ни мелкий, стандарт. Потом рассказывала про Венти и про его подружку Ласточку. Где она, подождите? Вот Венти и Ласточка, это вот друг и подружка, они одинаковые, и я говорила, что если хотите иметь какой-нибудь сорт, достаточно один. Одинаковый размер куста, одинаковый срок созревания, цвет, плод, все одинаковое, не обязательно иметь два сорта. Зачем покупать два совершенно одинаковых сорта? Оба хороши, и в прошлом году они первые поспели, у меня даже есть видео под названием, какие перцы поспели в первую очередь от 18 июня, вы можете увидеть, что они там уже спелые. Потом я описала золотую бочку в предыдущем, тоже крупная, такая же, как Патриция, 120 дней она будет у вас созревать полгода, поэтому садить ее надо рановато, она удобна для фарширования, бочонка видные такие, как бочаточки, их удобно фаршировать. Сейчас хочу рассказать о новом сорте, ну как о новом, которого у меня еще не было, показать на видео я вам его не могу, но я слышала о нем, и я хочу просто как расскажу вам по картинке, без собственного мнения, обычно о тех сортах, которые я выращивала, я вам высказываю свою оценку, но это просто я хочу посоветовать вам, потому что не все имеют возможность выращивать в своих регионах вот такие вот толстые, крупные, сочные сорта. Некоторые, у кого холодно и короткое лето, они рады любым, вот этот сорт именно. Я уже много раз говорила, что если увидите на пачке вот такого белого медведя с морковкой, и написано северные овощи, это сорта, именно выведенные, предназначенные и могут которые расти в северных регионах, в регионах с холодным климатом, где рады получить хотя бы какой-нибудь урожай. Сейчас я прочитаю описание. Перец сладкий, таежный, раннеспелый сорт, от всходов до технической спелости около 100 дней. Растение компактное, высотой 30 см, малообвествленное, плоды конусовидные, массой 60 г, с сочной, нежной мякотью, отличных вкусовых качеств. Формирование плодов дружное, сорт характеризуется повышенной лёжкостью и трансфортабельностью для защищённого грунта. Но для защищённого грунта это значит или под плёночкой, или в теплице. На чём хочу заострить внимание. Если у вас короткое лето, и если у вас регион не очень благоприятный для перца, всё-таки перец это южное растение, то вы не соблазняетесь на сильно красивые вот такие вот картинки, вот таких вот сортов. Скорее всего, что этот сорт у вас на корню не дозреет. Не в открытом грунте, даже иногда и не в теплице. Да, вот такие сорта у них маленькие, вот эти плодики, маленькие кустики, но зато есть хотя бы надежда, что он у вас созреет. Потому что есть разница, или 30 сантиметров он сформировал куст и уже начинает сразу плоды давать, или вот такой вот высокий, огромный, он пока сам вырастет, пока вот этот плод пока сформируется, пока нальётся, пока поспеет, и там уже, конечно, у вас выпадет снег. Так что вот такие сорта, таёжный, конечно, тем, кто живёт в тёплом регионе, он совсем ни к чему. Он вам не понравится, всего 30 сантиметров, там маленький какой-то плодик 60 грамм, 60 грамм это очень мало, вот даже ласточка маленькая, и то она 100 граммовая. Но, опять же говорю, что их выводят специально, вот он, северный белый медведь, для тех регионов, в котором вырасти, хотя бы какие-нибудь вырастить перчики, порадовать детей, ну и самим покушать. Вот этот сорт таёжный, должны покупать те, у кого проблемы с погодой, у кого короткое лето, у кого не очень тепло, он вас выручит, пусть он маленький, пусть он хоть какой-то, но всё равно это сладкий перец, он любой вкусный. До свидания, пойдём дальше, в следующем видеообзоре будет следующий сорт перца.